Домой с наградой Берлиналия. Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил серебряного медведя за выдающийся художественный вклад. Работа художника-постановщика и художника по костюмам Елены Акопной впечатлила жюри. Это она в мельчайших деталях воссоздавала эпоху 70-х. Что получилось, зрители узнают уже скоро. На большом экране «Довлатова» можно будет увидеть с 1 по 4 марта. Иван Благой подвел итоги престижного киносмотра. Вот он, серебряный медведь Берлиналия в руках супруги Алексея Германа-младшего Елены Акопной. Это ее выдающийся художественный вклад оценила жюри фестиваля. Художник-постановщик и одновременно художник по костюмам фильма «Довлатов». Она в мельчайших деталях воссоздала уникальную атмосферу Ленинграда начала 70-х. Мы теперь спорим, кто кого поборет. Мой серебряный лев или ее серебряный медведь. Мы их будем дома стравливать и наблюдать результаты поединка. Так что, мне кажется, это прекрасно. Ну и главное для судьбы картины. Я думаю, что это немаловажно. Рассказ о шести днях из жизни писателя. О мучительном поиске своих и себя. «Довлатова» в Берлине принимали очень тепло. Многие жители этого города, кстати, сами неплохо помнят реалии социалистического прошлого. За несколько часов до начала главной церемонии кинофестиваля картина получила приз зрительских симпатий читателей газеты «Берлинар Моргенпост». Мы отобрали 12 человек. Это никакие не кинокритики. Простые люди, которые ходят в кино. И они были абсолютно покорены. И не они одни. Вот в чем признался нам директор фестиваля Дитер Кослик. Я держу кулаки за русское кино сегодня вечером. То, что фильм Алексея Германа-младшего будет удостоен какой-либо награды, мало кто сомневался. Слишком хорошие отзывы. Также мало сомнений было и в отношении анимационного фильма «Остров собак» Уэса Андерсона. И вот «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру. Получил, можно сказать, за друга награду Билл Мюррей, чьим голосом говорил один из барбосов. Вот уж никогда не мог себе представить, что пойду на работу озвучивать собаку и вернусь домой с медведем. А вот в остальном жюри во главе с немцем Томом Тыквером оказалось абсолютно непредсказуемым. «Золотого медведя» дали румынской ленте перформансу «Не прикасайся ко мне» про сексуальные комплексы и борьбу с ними. Шокирующая обнаженка. Так ленту окрестили в прессе. С киносеансов уходили зрители, попросту не выдерживая откровенных сцен. Гран-при. У фильма лицо польки Мальгошки-Шумовской. Лучший актер. Антоний Брайон за роль во французском фильме «Молитва». Актриса Анна Брун. Главная роль в парагвайской ленте «Наследница», снятой, кстати, под влиянием русского киноискусства. Режиссер Марселло Мартинесси оказался большим поклонником Тарковского и Сокурова. Мы все ими восхищаемся во всем мире. Вы, русские, должны ими гордиться. На «Берлинале» приз зрительских симпатий получила еще одна лента, имеющая отношение к нашей стране. Фильм-профиль российского режиссера Тимура Бекмамбетова. Но главный улов, конечно же, серебряный медведь у картины Алексея Германа-младшего. Силуэт медведя «Берлинале» теперь будет украшать афиши. Фильм «Довлатов» выходит в российский прокат 1 марта. Всего 4 дня на большом экране. И вам благой Дмитрий Волков, Любовь Дмитриева. Первый канал. С «Берлинале». Спасибо.